здравствуйте уважаемые зрители и преданные подписчики а также парфманьяки и любители парфюмерии это канал fragrance мания канала парфюмерии и парфюмерном этикете прежде чем начать обзор хочу поблагодарить всех кто подписан на мой канал кто смотрит мои видео кто ставит лайки и комментирует их скоро канал придет к отметке 10000 подписчиков я надеюсь что это произойдет достаточно быстро если вы не подписаны то можете подписаться и так мы достигнем нужного числа 10000 сегодняшнее видео это обзор парфюма итальянского дома анджело кароли который называется amore nero это концентрация eau de parfum этот парфюм я приобрел где-то месяц назад я его разносил и сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями начну как всегда свой обзор с упаковки и флакона вот так вот выглядит упаковка этого парфюма она вся черная и сделана вроде как под кожу спереди написано анджело кароли amore nero и концентрация eau de parfum снизу здесь есть всякие надписи сзади здесь есть ноты парфюма и написано что парфюм сделан в италии давайте я сразу зачитаю ноты и так верхние ноты это роза фиалка и цикламен средние ноты это лаванда жасмин и ланг и ланг а базовая нота это ваниль двояковое дерево и сандаловое дерево вот такие вот ноты заявлены производителем теперь давайте открою покажу вам как выглядит флакон вот так выглядит флакон этого парфюма сделан он довольно просто но в принципе симпатично крышка здесь пластиковая она очень легкая но закрывается хорошо и можно держать за крышку и не бояться что флакон упадет на пол и снизу здесь есть фирменная наклейка пульверизатор здесь высокий и распыляет хорошо теперь давайте я нанесу парфюм на себя и расскажу вам о своих впечатлениях и так и старту аромата не очень сильно громкий но хорошо заметный и он довольно таки яркий и если дать оценку интенсивности то я бы сказал что это где-то 6 с половиной 7 если говорить про сладость этого парфюма в старте то он не сильно сладкий и оценку которую я бы дал это шестерка но может быть шесть с половиной обычно когда я наношу на себя парфюм я могу в старте сказать какие ноты я чувствую но вот этот парфюм мне не дается на разложение по нотам я чувствую что здесь есть какие-то цветы я также улавливаю какие-то сладковатые амбровые ноты также неплохо чувствуется какая-то древесина но вот я не могу толком сказать какие цветы я чувствую то есть я не могу сказать либо это роза либо этой ланге ланг либо это еще какие-то цветы то есть она звучит здесь каким-то хорошим таким знаете цветочным букетом но это не чисто цветочный букет а это букет который обрамляет амбровые немного сладковатые ноты и все это на подложке древесины после того как парфюм немного устаивается на коже вот эти цветочные ноты отходят немного на второй план и на переднем плане проявляется некая нота я бы сказал рассольности вот как будто знаете вы нюхаете рассол от малосольных огурцов вот такая вот зеленая рассольная нота появляется в этом парфюме и вместе с этой нотой возрастает его сладость и вообще не знаю как это получается так что вот немного такая кислинка соленоватости я бы сказал рассола сочетается с вот такой вот сладкой амбровой ноты но это сделано здесь великолепно и вот эта рассольная нота она здесь абсолютно не мешает и уже ближе к базе все эти цветочные и рассольные ноты вообще практически выветриваются остается база довольно таки амброво сладкая немного с древесными нотами ванили и все это на какой-то древесной подложке на всем протяжении звучания этого парфюма я еще улавливаю одну ноту специи но я не могу сказать что это за нота возможно это черный перец и либо еще какая-то нота специи но она явно здесь присутствует и вообще если говорить про этот парфюм про сравнение его вот с нотами которые я прочитал на упаковке и мои ощущения этого парфюма это такое впечатление что взяли совершенно другие ноты написали потому что моем представлении все эти ноты которые написаны на этом парфюме они должны быть вроде как женский парфюм но на самом деле он ощущается наоборот немного даже я бы сказал в мужскую сторону несмотря на то что он заявлен как юнисекс если говорить в общем про парфюм то собран он очень хорошо у него нету каких-то выпирающих нот у него нету провалов и вообще все что вы обоняете в этом парфюме невозможно как по моему мнению разложить это на какие-то отдельные ноты то есть он звучит очень комплексно он звучит одним аккордом и это здорово пахнет и нравится мне этот парфюм заявлен как парфюм юнисекс но для меня он немного больше в мужскую сторону поэтому все представительницы женского пола которые хотят попробовать этот парфюм желательно его попробовать прежде чем покупать вслепую потому что я думаю что вы можете разочароваться так как у него звучание немного в мужскую сторону если говорить на какое время суток подойдет этот парфюм то я бы сказал что он универсальный он одинаково хорошо подойдет ты днем куда-нибудь в офис либо на прогулку также хорошо он подойдет вечером куда-нибудь и на увеселительное мероприятие либо в кино либо папы либо на выход с друзьями в этом отношении он довольно таки хорошо пахнет он довольно нарядный и непонятный большинству если говорить на какое время года подойдет этот парфюм то поначалу я думал что он подойдет только на прохладное время года но у нас сейчас жара я его несколько дней наносил на себя и могу сказать что даже в жару он отлично звучит и не душит поэтому в этом отношении он универсальный если говорить про его стойкость и шлейф то стойкости шлейф у него средние на моей коже этот парфюм отчетливо держится где-то три три с половиной часа и потом начинает слабеть если говорить про его шлейф то я отчетливо чувствую шлейф где-то полтора часа и потом он начинает звучать близко к коже я бы сказал что он уже звучит более интимно и если подвести итоги дать оценку этому парфюму по пунктам 10 бальной шкалы то по упаковке и флакону он получает у меня десятку несмотря на то что сделан он очень просто но он сделан качественно и презентабельно если говорить про оригинальность этого парфюма то я поставлю ему тоже десятку сам по себе аромат очень оригинальный в звучании и не похож ни на один аромат который я знаю если говорить про его стойкость и шлейф то я поставлю ему восьмерку все-таки мне кажется что такой аромат должен звучать намного дольше и если говорить про его цену то я поставлю 11 дело в том что этот парфюм уже не выпускают это снятости в свое время когда его продавали его цена доходила до 130 долларов но сейчас его уже распродают во многих местах и я взял этот флакон за 27 долларов и считаю что это практически бесплатно для такого парфюма вот такое мнение у меня сложилось по этому аромату всегда можете оставлять комментарии под видео я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока